снова всем welcome это снова я сегодня у нас январь месяц погода достаточно теплая плюс 15 градусов а я уже на даче но как вы можете видеть я не у себя на даче в японии вот и эта дача не моя то есть я решил поснимать все-таки как же японцы проводят свой досуг зимой на даче известно в россии лежит снег а в японии снега нет но в частности в районе около токио выпадает конечно но редко достаточно и тут вот просто ехал мимо решил заехать здесь небольшой райончик такой канагава чуть южнее токио примерно два километра от границы очень интересный район здесь очень много разных значит посадок там садов и тому подобное в принципе в принципе достаточно интересно здесь все посмотреть так поснимать плане not например что японцы они свой сезон сдачный практически не закрывает то есть там бывает иногда на на месяц там на два они на самые морозы закрывать вот как например вот этот товарищ он должен все собрала не что не собирается ничего сажать а вот тот например товарищ он все через ну как в теплицах маленьких все рассаживает то есть и получается что он вообще без без остановки тут как говорится выращивает в принципе достаточно прибыльный бизнес потому что в в магазинах стоит данные овощи или там какая-то зелень достаточно дорого единственное что конечно я не знаю почем стоит земля если она стоит также примерно как земля под домом то это конечно не очень будет выгодно но если человек например получает уже пенсию ему больше деньги девать некуда и он этим как бы это чуть-чуть себе по зарабатывать там на хлеб то в принципе почему бы и нет и достаточно интересно вот недавно отошел сезон мандаринов то есть уже сейчас их раньше было прям много очень здесь прям мандариновый рай был очень много выращивали а сейчас уже мало осталось мягкие в основном то есть вот поэтому в январе уже заканчивается сезон мандаринов и вот люди выращивают капусту там этот дайкон лук там чеснок ну такие вещи то что не боится скажем так нулевого градуса чтобы там такой легкий умороз так то что минут будет стоять подольше немного потому что например другие а вот какие-то культуры там выращивать и более теплолюбивые типа помидоры огурцы они здесь ну просто не живут ну и здесь иногда бывает до минус 2 ночью но вот именно вообще в токио я не говорю про именно этот район вообще про токио поэтому здесь сейчас вот уже 15 градусов а ночью может быть минус 2 получается что это все теплолюбивые растения просто ну напросто пропадут замерзнут ну а мы проведем сейчас посмотрим что здесь да как с виду так со стороны посмотреть выглядит на какой-то бомжатника это помойка елки-палки но это только с виду у каждого свой свое видение скажем так объектов и распределение площадей под зас под под посадку чего-либо вот интересно тоже как это лужайка здесь газон что-ли выращивать не знаю прикольно так а вот там вот находится сад то есть можно посмотреть сады отсюда конечно будет их не очень хорошо видно но сейчас поближе подъедем посмотрим а вот уже начинает цвести что-то правда я не знаю что это потому что не подписано вот значит сады что самое интересное сады в основном все сделаны по одной схеме то есть деревья деревья то есть берутся еще с молодого возраста подвязываются к такой вот сетки сверху сейчас я поведу поближе покажу вот как видно над деревьями натянута такая сетка металлическая из из толстой проволоки деревья подвязаны к ней это очень удобно люди когда например приходят уже собирать урожай и мне нужно ставить стремянку или там лезть на дерево достаточно просто за достать эти плоды с земли вот это сделано в тоже также и для туристов потому что но если приедут туристы то они же не полезут наверх на дерево то есть но туристы я имею ввиду что в японии очень развита такая вот система туризма как собирание каких-либо там овощей фруктов там или ягод потому что у многих нет огородов и многим очень хочется пособирать что-то собственными руками с куста или с дерева и они едут вот на такие небольшие фермы огороды или там сады и собирает плоды вот прям земли так вот сами и либо себе либо там кому-то и и это достаточно как сказать для них в диковинку то есть это ну не сказать что они этим как крыться прям устают от этого потому что у многих вот кто живет в токио но как я уже говорил что нету не даже не то что там огорода даже маленького кусочка земли там под какой-то там свой сад камней или какой-нибудь бонсай там чтобы сделать то есть у них то просто квартира а выезжать куда-то там например но и покупать землю далеко ездить туда каждый выходные они себе не могут позволить этому потому что это дорого содержать такую землю и это дорого и плане даже даст внутри езды каждый дневной то есть это надо на проезд или надо на собой что-то тащить они и так устают на работе тут потому что переработка часов очень много вот как вы видите очень хорошая такая вариация на тему вот как можно сделать если вам место позволяет площадь вот то можно сделать вот такой вот конструкцию здесь на конечно эти деревья занимает больше места чем если бы они росли вверх вот в принципе за достаточно интересно а мы продолжаем мы едем дальше как можно видеть в японии начинается дачный сезон уже с января ну потому что я на это первый месяц году и у них он начинается с января те у кого есть теплицы или какие-то вот такие вот ткани им повезло то есть то что они могут выращивать это и грубо говоря практически круглогодично те у кого нет такой ткани или теплицы удовольствуются скажем так теплой погодой теннисные корты в японии вообще на самом деле очень скажем так ценят вот эти вот сады потому что это натуральные продукты это не привезены откуда ты и большинство садов практически без химии за исключением там конечно от жуков от всяких там пауков а вот кстати велосипеды свалка что-либо того бытовых отходов там велосипеды кондиционеры прям горами лежат видно вот еще то есть да здесь скажем так такой райончик вот собирает грубо говоря ездит а вот сад сад неплохой вот камней тут и деревьев разных такой райончик скажем так здесь есть разные вот металлопрокат есть сады есть эти самые сборно про бытового мусора но что самое главное здесь нету химических предприятий здесь нет химии здесь нету каких-либо там вредных выбросов и так далее здесь все чисто да может быть там конечно скажем так бытовой мусор от он лежит там что-то с него там и и может скажем так выходить там масло какое то еще что то но это все на территории остается это все не разносится вот как бы там разлетая не разлетается то есть это все нормально то есть вот кстати мандарины еще там остались апельсины вот маленькие маленькие такие вот мандарины это эти юзу называется а это смесь мандарина с лимоном такие на вкус что-то среднее между мандарином и лимоном там мы продолжаем сейчас уже начинает темнеть примерно 4 часа уже поэтому солнце заходит и становится уже прохладно а вот дерево пересаживать видимо готовят связали там тоже с дерева связали корни обвязали тряпочку все достаточно грамотно сделано все достаточно грамотно сделано так а мы продолжаем вот площадка это строительные леса то есть площадка специализируется только на сдачу в аренду или продажу строительных лесов для строительства домов каких-либо сооружений ремонта и так далее очень много фирм в Японии которые занимаются ремонтом отделкой и в частности данные фирмы нуждаются в этих строительных лесах потому что некоторые строительные леса выходят из строя по причине того что они уже достаточно долго служат им поэтому люди покупают новое ну а я еду дальше мы едем на магазин велосипедный надо там кое-что глянуть так ну вот как видно да то есть с правой стороны идет город и небольшие коттеджики дома с такими садами не плохие а с левой стороны идут огороды и это в принципе нормально в порядке вещей вот в принципе мы въезжаем уже в район станции здесь до станции осталось примерно где-то метров семьсот восемьсот поэтому здесь начинаются уже магазины чем ближе к станции тем больше магазинов это всегда так макдональдсы всякие на самом деле как я уже сказал в японии очень много выращивают овощей и фруктов но сам прикол в том что японские выращенные овощи и фрукты стоят дороже чем привозные я не знаю с чем это связано видимо как сказать made in japan то все такое что это как ценятся и люди за это готовы платить большие деньги примерно в полтора-два раза японская стоит дороже но с другой стороны как она так качество у них достаточно высокое и химии там практически нету вот как я уже говорил там только брызгают от вредителей и удобрения туда кладут то есть никаких ускорителей и усилителей роста нету также январь месяц очень очень скажем так благоприятен для постройки каких-либо зданий потому что работать на улице достаточно хорошо комфортно не жарко 15 градусов можно и дерево по дереву работы делать по металлу и станки и все такое там сверлильные там включать то есть да здесь в это в это время то есть зимой очень много строительства идет я как-нибудь еще съезжу покажу здесь у меня есть много очень строек домов именно таких небольших вот как строить небольшие дома потому что большие дома там увидеть что-либо невозможно из-за того что оно загорождено то есть с такими высокими заборами и там все это закрыто ну а в принципе здесь уже еще метров 300 наверное 500 и там будет станция вот вот как можно видеть здесь уже никаких огородов нету садов никаких нету уже магазины дома ну вот здесь вот пишется что какой-то модель хому модельный дом 300 метров ну кстати давайте проедем посмотрим что же там все-таки строят за эти 300 метров вот